Что-то света не хватает. Надо включить. О, да будет свет. Рекришна, девочки. Гаври. Вот они наши мамочки. Проходите. Иначе преданные начинают это с молитвы. Потом они приходят и дуют корову с каким чувством? Отобрать теленка? Нет. Позаботиться. Напоить теленка. Для преданных это молоко подготовить. Облегчить жизнь и миссию коровы продолжить. Потом это молоко, заряженное этой уже первой энергией любви, куда поступает? На кухню. На кухню Кришны. Представляете? На кухню самого Кришны. И кто там? И там какой-то очень такой возвышенный, сосредоточенный. Афена. Преданный. Кто угодно из преданных. Это берет эту любовь, жидкую религию. И начинает, медитируя на Господа, готовить ему подношения. И вкладывает туда всю эту энергию любви. И когда он уже приготовил, что происходит? Заходит в пуджаре. Который вообще прямо с Богом общается непосредственно. И он берет эту уже жидкую, сгущенную такую любовь и несет. И с большой преданностью и любовью предлагает это на алтаре. И Господь, видя эту любовь преданных, от матери коровы по парампори переданной, Он просто тает в любви. Он насыщает это своими всеми лучшими благословениями. И получается не то, что сгущенный уже концентрат такой любви. Не то, что жидкая религия. Уже религиозная пастила такая из них. И потом, что дальше происходит с этим? Просад. Преданные приходят. И раздатчики с любовью раздают это все. Добавляют уже, знаете, есть торт. И сверху на торте там всякие присыпочки, украшения. И вот раздатчики украшают уже этот торт любви, который приготовили преданные из этого молока. А дальше что происходит? А преданные это принимают. И какое у них сердце? Как вы сегодня сыр ели на обеду? Очень быстро. Очень быстро. То есть и преданные испытывают эту любовь. И что эти преданные делают? Они идут в коровник, гладят корову. Добавляют. Добавляют.